Промоины, трещины и смещение бетонных плит. Так сейчас выглядит дамба Хаджибейского лимана. Все это последствия стихии. Изначально дамба планировалась как обычная насыпная дорога, а не полноценное гидротехническое сооружение. Естественно, с годами она перестала выдерживать давление воды в лимане. С 2003 года дамба работает в аварийном режиме. 17 лет Одесса на грани катастрофы. Все время пытаемся латать дырки. Дамба работает в аварийном режиме. Задерживать воду достаточно длительный период. Она не может по одной простой причине. Представьте себе грунт, который постоянно взвешенный. То есть вода имеет взвешивающее действие. Она фильтруется туда. Она постоянно держит эту дамбу в взвешенном состоянии. При достаточно серьезных длительных нагрузках, я думаю, что если бы такой ветер продержался бы 2-3 дня, то я думаю, что дамбы уже в небе. На ремонт дамбы необходимы минимум десятки миллионов гривен, если не сотни. Город не собирается вкладываться в объект, который находится не у него на балансе. У областного совета и спасателей свободных денег нет. Киев пока молчит. Мы готовы взять на баланс, но после того, как ее приведут в порядок. Ну, хотелось бы так, конечно. А взять на баланс, чтобы на нас просто скинули. Это называется не взять на баланс, а просто нам выкинут в город. На тебе, Боже, что мне не гоже. Знаете, отдали, и теперь вы сами там разбираетесь. Вы же богатые местные советы. У вас же бюджет развития сегодня. Децентрализация была. В итоге, в случае прорыва дамбы Пересыпь, часть Лузановки и поселок Большевик может накрыть волной и стереть с карты Одессы. Пострадают и жилая, и промышленные зоны со всеми вытекающими последствиями. Угроза на данный момент более чем реальна. Ураган и уровень воды в Лимане сделали свое дело. Над Одессой вновь нависла угроза техногенной катастрофы. Но кто выделит деньги на ремонт дамбы, пока так и неизвестно. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.